Птицы Птицы Да, чтобы увидеть и, главное, понять, что на этой земле происходит, какая сила меняет ее день ото дня, нужно почувствовать биение ее сердца. Сельское хозяйство Молдавии активно вступило на индустриальный путь. На селе родился новый тип работника, человек, который может многое и требует многого, который хочет жить не хуже, чем живут в городе. Он настоятельно требует переустройства быта, создания новых условий жизни, нового подхода к решению проблем социально-культурного строительства. КОНЕЦ Среди культурных ценностей народа видное место занимает архитектура. Она складывалась веками и вобрала в себя вкус и талант поколений, местные условия и возможности. Так сложились в Молдавии различные архитектурно-художественные стили, которые отличают один район республики от другого. На архитектуре севера отразилось соседство с районами Украины. Юг исторически претерпел смешение национальных культур молдаван, гагаузов, русских, украинцев, болгар. Но центр Молдавии сохранил самобытность. В Молдавии издавна сложилась традиция строить одноэтажные дома. Но в местах с пересеченным рельефом уже давно стали появляться дома двухэтажные или с использованием цокольного этажа. Здесь, под одной крышей, на одном фундаменте, можно создать больше комфорта для жизни семьи. На первом этаже размещают кухню, погреб, кладовую, а теперь еще и гараж. На втором спальные комнаты, детскую. Строить дом всегда трудно. На это уходят силы. Уходит время, недели, месяцы, годы. Строительство собственного дома отвлекает от общественного производства, лишает отпусков, выходных. А ведь в Молдавии же годно строится 15 тысяч индивидуальных домов. Сколько же людей оказываются оторванными от всего, кроме забот о собственном доме? Как же вернуть им полноту жизни со всеми ее радостями? Выход один. В постепенном переводе индивидуального строительства на промышленные рельсы. В четко налаженной работе службы быта и сельских коммунхозов. Застройщик выбирает проект дома, какой ему нравится, вносит деньги. Все остальное делает за него службы быта. Продолжение следует... Но при ограниченном количестве типовых проектов возникает опасность. Не станут ли наши добротные дома похожими друг на друга, как близнецы-братья? Есть и другая опасность. Ведь если хозяин строит дом сам, он строит по принципу, что хочу, то и делаю. Хорошо, если у него есть вкус. А если вкуса нет, тогда распахивается дверь перед безудержной фантазией горя художников. И при всей показной пышности часто оказывается, что внутри дом организован примитивно, по старинке. Могут сказать о хозяине. Это его дело. Нет, не только его. Человек этот сеет мещанство и безвкусицу. Попросту уродует улицу. Сегодня нашему селу также нужен архитектор, как агрономий-механизатор, учитель и врач. Нужны хорошие, учитывающие традиции, наличие местных строительных материалов, проекты домов. Их должно быть много, чтобы легче было выбрать. С этой же целью в каждом районе строятся вот такие образцово-показательные дома по проектами института МОЛГИПРО граждан сельстрой. Два одноэтажных, один с мансардой, два блокированных. Здесь предусмотрено все, чтобы людям было удобно жить. МОЛГИПРО граждан сельстрой. МОЛГИПРО граждан сельстрой. МОЛГИПРО граждан сель Dazu граждан сельстрой.